Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях врач-физиотерапевт многопрофильного холдинга СМ-клиника в Рязани Агеева Ирина Анатольевна. Здравствуйте! Давайте начнем с общего вопроса. Чем же занимается физиотерапевт, с какими недугами к нему приходит? Физиотерапия – очень широкий метод. К физиотерапевту могут направлять врачи любых специальностей, начиная от собственного терапевта и заканчивая самыми-самыми узкими специалистами. Чем непосредственно занимается физиотерапевт? Вообще, что такое физиотерапия? Физиотерапия – это лечение физическими и природными факторами. Физиотерапевт в контакте с узкими специалистами, которые к нему направляют пациентов, помогает выработать очень оптимальную такую тактику лечения. А какие виды физиотерапии тогда существуют? В физиотерапии существуют следующие виды. Виды, при которых используются, собственно, физические факторы – это электролечение, магнитотерапия, лазерная терапия, терапия ультразвуком. И методы, в которых используются природные факторы. Это различные ванны, питьевые воды, парафины. Вот такие. Чтобы попасть на прием к физиотерапевту, обязательно ли иметь какую-то болячку в своем организме? Нет, физиотерапия может выступать и как профилактический фактор. Потому что очень много методов, поднимающих иммунитет. В тот момент, когда у вас еще нет заболевания, или когда оно еще только начинается, и не перешло в хроническую стадию, физиотерапия поможет вам избежать вот этой хронизации процесса. Вы перечислили так много видов физиотерапии. При каких болезнях они назначаются? Еще раз повторюсь, то есть физиотерапия назначается при всех болезнях. Есть определенные противопоказания к физиотерапевтическому лечению. Именно поэтому нужно пройти обязательно консультацию врача-физиотерапевта, который определит, можно или нельзя вам вообще в принципе делать физиотерапию, и какой из факторов наиболее подходит при вашем заболевании. Вот как раз-таки про исследования, про консультацию с врачом. Какие непосредственные исследования проводятся перед тем, как назначить физиотерапию? Ну, перед тем, как назначить физиотерапию, человек приходит со своим недугом к какому-то специалисту. Если он знает, какому специалисту конкретно, если не знает, он приходит к терапевту. И существует определенный минимум исследований, которые необходимо провести для того, чтобы решить, есть ли у этого человека противопоказания к физиотерапии или нет. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорография органов грудной клетки, для женщин – гинеколог обязательно, и для мужчин после 45 – урвалок. В чем преимущество физиотерапии? Преимущество физиотерапии в том, что на воздействие физиотерапевтическими факторами практически не бывает аллергической реакции, в отличие от медикаментозной терапии. Это достаточно мягкие факторы, то есть они не вызывают болевых ощущений у пациента, что тоже очень важно, особенно для детей. И физиотерапия позволяет достичь очень долгого, стойкого, положительного эффекта. Какие-то противопоказания имеются? Да, для физиотерапевтического лечения, как и, в принципе, для любого лечения, тоже имеются определенные противопоказания. Абсолютными противопоказаниями для физиотерапии являются онкозаболевания, туберкулез в открытой форме, болезни, связанные с кровоточивостью и высокой температурой. С какого возраста может назначиться физиотерапия? Физиотерапия назначается практически с нуля. То есть, когда только ребеночек родился, ему тоже можно делать физиотерапевтическое лечение. Но просто круг этого лечения достаточно ограничен. Потом с возрастом этот круг расширяется, и практически с полугода у ребенка уже могут быть использованы почти все физические методы лечения. Ограничительной точки возраста не существует. Все зависит от состояния здоровья пациента. Раньше считалось, что физиотерапию нельзя, ну как бы не рекомендуется делать после 70 лет. Сейчас у нас таких установок нет. У нас есть пациенты значительно старше этого возраста. Все, опять же, определяет доктор-физиотерапевт на своей консультации. Мы говорим с вами в таком большом понятии физиотерапия. Давайте, может быть, на примере какого-то выдуманного больного расскажем, какие методы лечения ему могут назначиться, и как все это будет проходить, и как это скажется на его здоровье. Ну, давайте, значит, выдумаем больного, который чаще всего обращается к врачу-физиотерапевту. Это больные с заболеванием суставов и позвоночника. После консультации ортопеда, после проведения ряда тех же самых дополнительных методов исследования в виде магнитно-резонансной томографии суставов или позвоночника, доктор направляет пациента к физиотерапевту. Физиотерапевт устанавливает для себя, что противопоказаний к лечению нет, и подбирает, согласно, опять же, индивидуальному статусу пациента, какую-то индивидуальную программу. Ну, допустим, с болями в позвоночнике, это очень часто бывает на первом этапе обезболивающие токи, которые помогают снять этот болевой процесс. А впоследствии магнитотерапия или фонфорез с различными мазями, которые позволяют закрепить этот положительный эффект и достичь стойкой длительной ремиссии. Как человеку понять, что вот наступил тот момент, когда нужно обращаться к физиотерапевту, или что у него есть какой-то недуг, которому нужно пойти сначала к одному лечащему врачу, который уже непосредственно переправит? Ну, для человека очень часто, свойственно, долго не обращать внимания на свои недуги. Ну, заболело немного где-то колено, или там прихватило где-то немного спина. Таблеточку выпил, это на какое-то время прошло, вот, потом через какое-то время ты опять заболел. Таким образом, процесс переходит в стадию хроническую, когда уже лечить его становится значительно тяжелее. Поэтому, дорогие пациенты, не дожидайтесь перехода ваших заболеваний в хронические стадии. Это не значит, что вы должны по первому там колющему ощущению бежать к докторам, но все-таки обращайте внимание на сигналы своего организма и не запускайте. Сейчас бытует мнение, что многие болезни молодеют. Наблюдали ли вы это на своих пациентах? Да, я наблюдала это на своих пациентах. У меня есть в моей практике такой случай, когда я помогала людям, вот именно с этой очень часто встречающейся проблемой остеохондрозом позвоночника. Причем у меня друг за другом были два таких пациента. Дама, 48 лет, которая всю жизнь проработала настройки маляром, с тяжелым остеохондрозом, и девочка в 11 классе, которая, идя на экзамены, под действием этого стресса, оступилась на ступеньки, немножко не очень удачно шагнула и тоже получила вот такую же проблему. Вот давайте поговорим о пациентах, которые занимаются самолечением. То есть вот ушиб человек колено или заболел у него колено, он каким-нибудь лекарственным средством растерся и думает, что все замечательно. Какое у вас отношение к таким пациентам и правильное или неправильное самолечение в определенных случаях? Я еще раз повторюсь, что да, мы все, к сожалению, склонны вот к этому растерку колена. Мазю, которую можно купить в любой аптеке, в случае чего можно у фармацевта спросить, чем растереть колено. И на какое-то время колено перестало тебя тревожить. Но процессы, которые уже запустились в твоем колене, они продолжают нарастать, нарастать и нарастать. И в определенный момент колено начинает болеть очень сильно. Человек приходит, делает, ну, допустим, рентген коленного сустава, и там оказывается артроз второй-третьей степени. И возникают естественные вопросы. Доктор, откуда? Мне всего там 30 с чем-то лет, а у меня вот уже вот такие вот процессы. Ну, вот к этому приводит самолечение. Какой самый запущенный случай встречался? Человек так жил от мази к мази, от таблетки к таблетке. И потом, когда ему уже стало совсем не в моготу, он приходит, а у него вот кошмар. Что это? Ну, да, у меня был такой запущенный случай. Это был мужчина, вот возрастом за 50, у которого не колено болело, а болели уши. И вот он как-то давным-давно, получив один раз консультацию врача Лора, он делал себе сам на уши физиолечение. То есть он приходил и говорил, мне нужно вот это. Я точно знаю, что у меня вот это, и мне помогало это 10 лет назад, мне помогало это 20 лет назад. И когда он попал ко мне, там, в общем-то, был очень запущенный процесс. То есть человек начал терять слух. И там нужно было совсем другой метод лечения, но переубедить человека в том, что ему может на данный момент не помочь то, что ему помогало 20 лет назад, очень бывает сложно. Мы говорим о запущенных случаях, о самолечениях, о том, что с какими недугами следует обращаться. Но, может быть, есть какие-то советы к людям, как следить за собой, за своим организмом, чтобы избежать таких последствий? Ну, у меня, наверное, единственный совет – доверяйте врачам. Доверяйте врачам, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, особенно вот в эху интернета, когда можно что-то открыть, что-то почитать. И нам кажется, что мы понимаем суть вопроса. Но вы поймите, что не просто становится доктором. Доктор учится 6 лет, потом каждые 5 лет он повышает свою квалификацию. Поэтому доверяйте врачам и не занимайтесь самолечением. Сами методы физиотерапии, они ведь тоже меняются? И как сильно они изменились за последние несколько лет? Вот на вашей практике, например? Ну, на моей практике, допустим, очень претерпело изменение лазерной терапии. То есть, вначале, когда я начинала свою деятельность в этом, у нас было всего несколько методик по лазерной терапии. Была очень такая старая ограниченная аппаратура по лазерной терапии. Сейчас лазерная терапия настолько широко вошла в нашу жизнь. У нас очень много новых, очень безопасных аппаратов, позволяющих провести лазер. И на область, допустим, колена. И какие-то полостные методики тоже. То есть, на мой взгляд, очень широко шагнула именно лазерная медицина. Мы говорим непосредственно о болезни суставов и костей. Но ведь физиотерапевт занимается не только этим. А какими еще? Очень хорошо физиотерапевтические методы помогают в заболевании лорорганов. Я привела случай с мужчиной, который лечил свои уши методом, назначенным 20 лет тому назад. Вот лорпатология, то есть болезни уха, горла и носа, тоже очень хорошо поддается физиолечению. Очень хорошо поддается физиолечению женские и мужские воспалительные заболевания. Поэтому я еще раз повторю, что физиотерапия, она может предложить какие-то методики, какие-то методы лечения практически при всех заболеваниях. Тогда такой вопрос. То есть, физиотерапевт – это такой доктор, который в одиночку может победить недуг человека? Или он работает в комплексе с другим врачом? Естественно, физиотерапевт обязательно работает в комплексе с другим врачом. Потому что к физиотерапевту должны приходить люди, у которых точно установлен диагноз. Не наобум, вот доктор, у меня коленка болит. А этот диагноз должен быть установлен, чтобы с этой коленкой. Поэтому, естественно, физиотерапевт работает в содружестве с травматологами, с гинекологами, с отрилингологами, с офтальмологами, то есть со всеми другими врачами узких специальностей. А среди перечисленных есть ли офтальмологи? Помогаете ли с болезнью глаз? Да, вот казалось бы, офтальмологи. Что мы можем предложить офтальмологам? Мы можем офтальмологам предложить достаточно много методов лечения. И в первую очередь это методы профилактики. Сейчас при очень большой нагрузке на орган зрения у детей очень часто встречается такая вещь, как спазм аккомодации. То есть что это такое? Это еще не близорукость. То есть это из-за вот этой повышенной нагрузки на орган зрения, мышца, которая у нас управляет глазом, она устает, грубо говоря, и приходит в состояние такого спазма. То есть у человека временами начинает портиться зрение. И вот в этом случае физиотерапия, выступая как профилактический метод, может предотвратить уже переход вот этого спазма, аккомодации, то есть так называемой ложной близорукости, уже в настоящую близорукость. Ирина Анатольевна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова